Добрый вечерок. Порядок действий при постановке укола. Естественно, нужно сначала все купить. Например, ватку или биндик, плюс водку, либо спирт, плюс само лекарство, плюс шприцы. Шприцы, наверное, в идеале покупать вот такие. Двухмиллиметровые, можно немецкие. Далее. Порядок действий. Открываете шприц. Оставляете его пока в таком виде. Открываете водочку, ставите крышечку, водку чуть-чуть наливаете, половинку крышки. Готово. Ватку отрываете, рядом кладете. Далее. Скрываете лекарство, ампулу открыв. Всасываете в шприц. Далее убираете все пузырьки. Как это сделать? Чтобы, когда лекарство открываете в ампуле, не было вот здесь пузырьков, просто вниз стряхиваете, все нормально, все четко. Это для удобства, чтобы абсолютно всю жидкость набрать в шприц. Набираете далее, да, вот примерно вот таким образом. Потом можно вот так встряхнуть шприц, и здесь будет максимальное количество уже жидкости. То есть, минимум воздуха здесь будет. Не будет практически пузырьков, или вообще не будет. Разве что могут быть совсем маленькие. Если совсем не получается их стряхнуть, ну как бы это не сильно страшно. Но они тогда должны быть прям микропузырьки. Потом воздух отсюда выдавливаете. Выдавливаете, выдавливаете. И дальше надо выдавить еще чуть-чуть лекарства, чтобы оно прыснуло. Потом, если вставите в левую булочку, то становитесь на правую ногу. Ватку или бинтик в спирте или водке обмочили. Протерли нормально, довольно широко место. И ставите, если в левую булочку, то лучше, конечно же, левой рукой. Полностью расслабив левую булочку, встав на правую ногу. В этом плюс, если вы левша и правша, с обеих рук можете работать. Если же вы ставите лекарство в правую булочку, например, у вас длительный курс, и нужно в каждой из булочек отдохнуть, то встаете на левую ногу, максимально расслабляете правую булочку и правой рукой ставите. То есть резкое должно быть движение. Вот иглы, да? Трехсантиметровой и двухмиллиграммовой. Ну, например, резко ставите, в смысле втыкаете. Далее, ну вот, например, если у вас лекарство на один миллиграмм, то можно вводить вот с такой скоростью. То есть нельзя с высокой скоростью вводить, но и слишком медленно тоже не надо. Раз, ввели. Чувствуете, что нормально вводится. Еще, ну, то есть легонечко так раз. Можно такими дозами. Можно еще плавнее ход делать. Чем плавнее, тем лучше. Даже если будет плавный ход, и это все будет быстро, ну, как бы не стоит это быстро делать. Нужно это делать довольно медленно, чтобы никаких абцессов, еще всяких шишек не образовывалось. То есть все это делаете максимально плавно и четко. Если вы никогда этого не делали и начинаете с первого укола, немножко боязно. Даже к десятому уколу, наверное, несколько боязно. Но с каждым разом вы будете понимать механику действия, отработаете это до автоматизма, и тогда уже все отлично. И лет через 10, если вам придется ставить уколы, к примеру, вы будете к этому подходить довольно смело. Вот так вот.